МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Направил письмо послу Азербайджана с призывом освободить армянских военнопленных. Сыны Западной Армении Гарегин Ныжде. Учение Айкян – истинная суть древней армянской веры Каджик Степанян. Спутниковые снимки показывают масштаб грабежа, осуществляемый азербайджанцами в Арцахе. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 28 сентября встречу выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Арминуй Саакян, представив важные события недели. По случаю международной выставки Мать Божество Атанаид Дамарям, президент Республики Западной Армении Редития Маркусиан, председатель Национального совета Западной Армении Арминак Абрамян, председатель Национального собрания Нелли Арутюнян посетили Музей истории Армении. Визит был очень значительным с точки зрения сохранения и оценки армянской культуры, возвращения армянского наследия, подчеркнув международное внимание и сплоченность в этом процессе. Пресс-секретарь также представила новый номер журнала Вестерн Армения. Бывший вице-президент США Альберт Гор считает смешным, что Азербайджан будет принимать КОП-29. Забавно, что нефтяное государство третий год подряд принимает конференцию ООН по изменению климата, подчеркнул бывший вице-президент США. Отметим, за исследования, направленные на защиту окружающей среды и изменения климата, в 2007 году Альберт Гор был удостоен Нобелевской премии мира. Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзи направил письмо послу Азербайджана в Европейском Союзе Вагифу Садыкову, выразив надежду, что в преддверии конференции КОП-29 Баку предпримет шаги для решения некоторых из наиболее насущных проблем, включая освобождение армянских военнопленных и незаконно удерживаемых граждан. В письме, опубликованном в его микроблоге X, Картайзер отметил, Баку должен гарантировать территориальную нецелостность Армении, сохранить армянское культурное наследие в Арцахе, освободить политзаключенных. Гаригин Нэжде родился в Гаснутии, на Хиджеван. Лидер армянского национально-освободительного движения выделяется как военный и идеологический гений. Гаригин Нэжде участвовал в ряде важных сражений, был командующим войсками на юге новой независимой Армении. Главная борьба Нэжде за независимость Сюника и Арцаха обеспечила сохранение Зангизура за армянами. В период советской Армении он покинул страну и основал Армянскую молодежную федерацию. Спустя время Нэжде был арестован и заключен во Владимире, где и скончался. Позже его останки тайно были возвращены в Армению и захоронены на склоне горы Хустуб. Хайкян – древняя армянская вера, которую многие из-за незнания называют язычеством. Корень слова «язычник» – «этнос», что в переводе из греческого это означает «коренной местный житель». Когда имевшему парфяно-ассирийское происхождение Григору плюсову речу удалось добиться, чтобы христианство было принято в Айке как государственной религии, не будучи армянином, он называл язычниками всех тех армян, которые остались верны вере своих предков – учению патриарха Айка. Армянин, веками владевший своим языком и культурой, не мог назвать свое учение греческим именем. Символ веры называется учением Айкян, а ее носители – Айказуннер или Аревортинер. Учение отличается от религии тем, что религия не признает национальности и содержит в себе глобалистские ценности, а любое учение формируется на основе мировоззрения, образа жизни, культуры и обычаев данной нации. Ошибочное мнение в том, что деливанием армянского вероучения было многобожие неверно. Во-первых, наши предки использовали термин «дицер», а не боги. Слово «бог» не армянское, это заимствование. В армянской вере существует понятие «арарич». Это сила, которая создала все, что нас окружает – землю, небо и всю вселенную в целом. Это сила, которая есть в любом человеке, есть в каждом маленьком семени, который, попав в почву, превращается в огромное дерево. «Дицер» – это качество созидательной силы. Вагн символизирует мужество, астхы – любовь, анаит – материнство и плодородие, тыр, науку и т.д. Если в христианстве различают Божественную Троицу, Отец, Сын и Святой Дух, то почему в других учениях не может быть пяти, восьми или десяти определений вместо трех? В учении «Айкян» мы различаем восемь определений созидательной силы, которых называем «дицер» – «арамас», «анаит», «ваган», «астик», «тир», «нанемигр» и «сандарамет». В отличие от многих других учений и религий, большинство из которых основаны на сказках и вымыслах, учение «Айкян» основано исключительно на различных науках. В учении «Айкян» каждый человек сам творит свою судьбу, каждый человек сам по себе является творцом, поскольку человек также наделен способностью создавать новую жизнь. В учении «Айкян» мы не ищем «диц» на небесах или где-либо еще. «Диц» находится внутри нас. Когда кто-то с оружием в руках сражается с врагом, в нем пробуждается способность вагна. В случае влюбленности в него пробуждается любовь. «Астик дицуи» – «когда женщина становится матерью, в ней пробуждаются способности, она и дицуи» и так далее. Каджик Степанян. Беллингкад исследовал спутниковые снимки, зафиксировав масштаб грабежа, осуществляемый азербайджанцами в Арцахе. Указывается, что на снимках видны свалки рядом с пустыми многоэтажными и гражданскими домами. Исследователи отмечают, что частые свалки в картографируемом районе подчеркивают значительный масштаб грабежей из домов Степанагерта. Изображения планетскоп показывают, что снос зданий недалеко от кампуса университета начался в период 2 по 9 мая 2024 года. Армянские СМИ и многочисленные жители сообщают, что некоторые из этих зданий были гражданскими жилыми домами и разрушены. Беллингкад запросил власти Азербайджана о сносе зданий напротив университета, упомянутых Межлумяном. Однако до публикации ответа не получено. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Мятович в своем отчете после визита в регион, последовавшего за депортацией армянского населения, подчеркнула, что лица, вынужденные покинуть свои дома в результате конфликта, имеют право вернуться в свои дома или место проживания в условиях безопасности и достоинства. Оставаясь верным своей миссии зрителю телевидения, Западная Армения продолжает свою работу, используя инвентационные подходы. Не занимаясь саморекламой, мы представляем важные события о истории настоящем и будущем Западной Армении, затрагивая проблемы, волнующие армянскую нацию. Телевидение Западной Армении зафиксировало одно из важнейших достижений, выпустив еженедельник «Вестерн Армения», направленный на сохранение и популяризацию нашей истории, культуры и идентичности. Наше телевидение прозрачно представляет деятельность президента, правительства, национального собрания и других государственных структур Республики Западной Армении, делая ее доступной и понятной. Наша сила в единстве. Вместе мы сможем создать сплоченную и процветающую родину. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова